Как сейчас выскажет свою боль как представителя одного из крупнейших банков с точки зрения импортозамещения? Я год всего занимаюсь импортозамещением, поэтому вряд ли я могу считаться культурным специалистом, но за это время какая-то картина в голове сложилась, я бы хотел обложить некую философскую точку зрения и некоторые выводы, к которым я пришел. Возможно, они неправильные, коллеги, это тема дискуссионная, если я не прав, вы это докажете, буду признать. Гибортозамещение реально у нас, тема была озвучена довольно давно, но реальные действия начались, если я не ошибаюсь, в 2016 году, когда у нас появилось постановление правительства о переходе курсформанов и курсформанов на использование отечественного клуба. Тогда они получили директиву, что они должны в течение трех лет идти на использование отечественного клуба. Только прошло два с половиной года, счетная палата сделала замер. В конце 2018 года она сделала, и в этом появились 31 июня 19-го года и прилетели счетные палаты. Там отмечен ряд особенностей и недостатков, в частности отсутствия четких планов, и в частности продолжающиеся использования неотечественного клуба. Обратите внимание на цифры, которые в табличке приведены внизу. Федеральные органы исполнительной власти используют только отечественные операционные системы всего 4%. Используют только отечественные СПД всего 1%. С системой электронной почты ситуация получше. Уже 18% используют только российские отечественные системы электронной почты. С электронным документооборотом и средствами обеспечения информационной безопасности вообще замечательные ситуации используют 7-5%. Это немножко, по-моему, не дотягивает до туановых показателей. Там, по-моему, чуть ли не 100% было. Но, тем не менее, очень хороший результат. Так что, в принципе, можно сказать, что импортозамещение как программа работает. В крайней мере, в отношении части, типов программного обеспечения. Но для региональных органов исполнительной власти тоже показательные цифры. 6% используют только отечественные операционные системы. 0% используют только отечественные СПД. 9% – отечественные системы электронной почты. Про систему электронного документооборота. Почему-то в прилетении счетной палаты ничего нет. Непонятно почему. Неужели у нас региональные органы исполнительной власти не используют систему электронного документооборота? Не смогли отправить. Может быть, не смогли отправить. Странный, короче, пробел. Но есть система информационной безопасности 62%. То есть тоже достаточно высокий уровень. Возникает вопрос, почему программа в одном случае работает, но работает, наверное, не так хорошо, как хотелось бы. И что делать? На поверхности, если поверхностно отвечать, то ответ очень простой. Это моя гипотет. Проблема в том, что та модель импортозамещения, которая сейчас используется в России, она, вероятно, не учитывает все тонкости устройства IT-индустрии. И поэтому получается так, что для части классов ПО эта программа работает хорошо, а для других классов ПО, которые, видимо, ведут себя как-то немножко по-другому, эта программа работает чуть-чуть похоже. Ну и, соответственно, ответ такой, круглыми мазками, надо оптимизировать существующую систему управления IT-индустрии. Дальше я попытаюсь сформулировать мое мнение того, в чем состоят причины и как ее надо усовершенствовать. Начну с определения, что я понимаю, что это гипотетозамещение. В моем понимании это некая такая достаточно радикальная перестройка всей отечественной IT-индустрии. Ну, как минимум, двух аспектов. Первое. Необходимо создать отечественную национальную экосистему IT, которая была бы функционально опорной, самодостаточной и относительно независимой по отношению к внешним факторам. И второе. Изменить то, как наша IT-индустрия встраивается в ту глобальную IT-индустрию, которая сегодня есть в мире. Причем это тоже достаточно существенное изменение. На данный момент, в результате тех 20-30 лет, которые мы встраивались в мировую экономику, после развода Советского Союза, мы встраивались в ту модель IT-индустрии, которая построена, в общем, в американской модели. Она предполагает определенную иерархию, где наверху находятся американцы с их технологией, с их интеллектуальными правами. Дальше идут несколько уровней стран, которые занимают разное положение в этой иерархии. Мы, к сожалению, устроились куда-то внизу. То есть мы являемся потребителями чужих технологий, а наружу мы продаем достаточно мало. То есть сложилась ситуация такой асимметрии зависимости. Мы зависим от многих, от нас зависит мало кто. Когда все хорошо и все дружат, в общем, это нормальная приемлемая ситуация. В такой модели можно жить достаточно хорошо и устойчиво. Как только отношения начинают наблюдаться, что мы сейчас наблюдаем, эта модель начинает использоваться теми, от кого мы зависим, для оказания давления на нас. Это мы тоже наблюдаем. Соответственно, отсюда возникает задача поменять наше встраивание в мировую модель импортозамещения, извините, в мировую модель IT-индустрии, и в частности стать относительно самодостаточной и независимой. Любая трансформация сложной системы, а я рассматриваю IT-индустрию как очень сложную систему. Более того, она сложная и с точки зрения устройства, о чем я буду говорить дальше, и с точки зрения динамики развития, которая, в общем, очень нелинейная и не поступательная. Так вот, любая трансформация сложной системы может быть успешной только если решены на самом начале процесса несколько ключевых задач. Первое. Должно быть очень четко и правильно сформулировано целеполагание. Мы должны четко понимать, к чему мы стремимся на горизонте 30 лет, на горизонте 20 лет, 10-5 лет. Причем вот эта цель, она должна быть очень хорошо придумана. Второе. Должна быть очень хорошо продумана траектория движения к этой цели. Надо понимать, что это не будет простое линейное движение, все нам будут хлопать в ладоши. Это будет сложное движение в изменяющейся среде, когда наши партнеры, как я их называю, будут нам вставлять палки в колесах по разным поводам и без пол. Третья задача. На решение этой задачи, после того как определена цель и стратегия, необходимо выделить ресурсы. И четвертая задача. На протяжении всего процесса движения необходимо постоянное управление этим процессом и при необходимости перестройка как целеполагания, так и траектории движения, поскольку ситуация будет меняться и может меняться целеполагание. Вот такая непростая задача. Дальше я на нескольких слайдах расскажу об особенностях этой задачи в приложении к IT-индустрии. И в соответствии с этими особенностями я буду формулировать те требования, которые из этих особенностей вытекают с точки зрения модели управления IT-индустрии. Ну, первая особенность – это те ограничения, в которых мы находимся. Мы ограничены по времени, но понятно, что в существующей ситуации мы не можем растягивать процессы индустрии на десятки лет. И реально уже четыре года. Мы находимся в условиях ограничения по деньгам. Это, очевидно, ограничены ресурсы, компетентные, я имею в виду, которые, возможно, у нас не так много, как хотелось бы. И третьим ограничением является поведение наших партнеров, которые, в общем, нам помогать в этом движении, скорее всего, не будут, а, я думаю, будут мешать там, где это будет возможно. Плюс начальные условия, с которых мы начинаем движение к этой цели. Ну, первое – технологическое отставание. Надо честно признать, что по многим направлениям объективно мы отстаем. В этой индустрии у нас сейчас уже нет многих элементов, которые позволяют бы считать ее самодостаточной. Мы их разрушили в процессе встраивания глобальной индустрии. И сильная зависимость, ну, как следствие всего предыдущего, это сильная зависимость в будущее движимых технологий. Какие требования вытекают из этих ограничений? Ну, первое – мы должны очень точно сформулировать ту целевую модель, которую мы имеем. Поскольку у нас мало ресурсов, мало времени, права на ошибку в общем у нас нет. Во-вторых, дорожная карта движения, т.е. траектория движения, должна быть очень хорошо продумана и тоже не содержать ошибок. Ну, повторять труды к социальному из этих ограничений, но никогда, условия отсутствия денег и времени, да, наверное, тоже непростительная ошибка. Третье – реализуем. Мы должны исходить из того, что мы можем делать только то, что мы сможем сделать. Вот ставить официозную ВАУ-задачу, которую мы не сможем решить, смысл не имеет. Мы просто потратим деньги, время, потеряем темп и только в ухудшем ситуации. Рациональность. Ну, я это формулирую как нефициализмом, мантиком и ВАУ-проектом. Мы должны, поскольку ресурсов мало, делать только то, что абсолютно нужно. Все красивости, все, что имеет, скорее, пиар, значение, чем реальная ценность, все это должно быть отброшено, надо сконцентрироваться, сконцентрироваться только на конкретных задачах, которые абсолютно необходимы для решения поставленной задачи. И фокус, опять же, приоритеты. Фокусируемся на том, что нужно, и устраиваем временную последовательность решения задач в соответствии с той срочностью, которая нужна. А не делаем то, что нам нравится в первую очередь, а то, что нам не нравится, откладываем на бату. Дальше. Следующий фактор, который необходимо учитывать, это некие особенности, которые есть только в IT-индустрии, которых нет на других рынках. Значит, если посмотреть на IT-индустрию, то можно увидеть, у меня, по-моему, это приложение здесь в конце, что она имеет вид вот такой вот многоурненной иерархии. Внизу находится, начиная с академических исследований, прикладных исследований, потом дальше идет производство элементокомпонентной базы, сборка IT-оборудования, системное ПО, инфраструктурное ПО, и только наверху пирамиды находится прикладное ПО. Между этими уровнями есть многочисленные вертикальные зависимости. Ну, вы сами понимаете, что от архитектуры процессора зависит программное обеспечение, в чем все, да? Чем ниже в этой иерархии находится IT-продукт, тем лучше от него зависят все остальные. От прикладного ПО тоже бывают зависимости. Например, не странно, проектирование микросхем зависит от прикладного ПО, который используется для проектирования микросхем. Но в основном зависимость следует. Плюс внутри каждого уровня есть какое-то количество элементок области, и между ними тоже есть зависимость. То есть IT-индустрия – это такая иерархия, в которой много уровней, много областей, и все зависит от всего. И поэтому программные продукты, они, если говорю только программу, но, на самом деле, программные они тоже имеются. IT-продукты, они образуют такие большие кластеры, где внутри кластера те продукты, которые в него входят, зависят друг от друга. То есть, как правило, нельзя один продукт изменить, не поменять другой. Мы меняем архитектуру процессора, мы вынуждены менять все, весь стекло снизу. Мы меняем апелляционную систему, мы вынуждены менять, опять же, все блога снизу. Меняем СВД, мы вынуждены переписывать прикладное блог. Что отсюда следует? Кластер должен замещаться, импортозамещаться целиком. То есть, не получается импортозаместить, как правило, только апелляционную систему. Мы вынуждены импортозамещать и операционную систему, и инфраструктурное блог и прикладное. Отсюда вытепляет, что задача импортозамещения кластера, она, а, намного дороже, чем импортозамещение какого-то отдельного IT-продукта, и, б, она требует гораздо более широких компетенций. То есть, скажем, компания, которая, предположим, пытается заместить несколько продуктов, она должна принимать их все. Но таких компаний у нас мало. Как правило, есть специализации, то есть, компания занимается операционными системами, кто-то занимается инфраструктурным блогом, кто-то занимается прикладным блогом. Компании, которые владеют всем стыком, это значит, что задача импортозамещения кластера – это работа, которую должны делать несколько компаний как минимум. Отсюда вытекают три уровня. Во-первых, чтобы импортозаместить кластер ПО, нам нужно консолидировать и производителей ПО, и потребителей ПО. То есть, появляется некий такой коллективный заказчик и коллективный исполнитель, который совместно занимается решением задач импортозамещения какого-то пластера. Во-вторых, так как задача становится сильно сложной, то подход должен быть исключительно системным и комплексным, и хорошо проработанным с экспертной точки зрения. Так как мы говорим, что в процессе импортозамещения кластера IT-продуктов участвуют новые компании и новые потребители, но эффективно возникает задача какого-то централизованного управления. В моем понимании, это должно быть какое-то внешнее по отношению к рынку силы. Я об этом дальше буду говорить. Одно из посредствий, что в ряде случаев задачи импортозамещения пластеров только за счет средств самих компаний, которые в этом участвуют, могут быть решены не всегда. В каких-то случаях может потребоваться дополнительное финансирование снаружи. В частности, потому что не всегда это культурыночный проект, который будет оккупаться. Мы решаем не рыночную задачу, мы решаем задачу в каком-то смысле выживания страны. И при решении таких задач достаточно логично привлекать государственную финансирование. Это, собственно, то, ради чего мы платим налоги. В ПО, когда речь идет о IT-продуктах, есть еще один эффект, которого нет для других рыночных продуктов, ну, допустим, для Сникерсов. Я это называю эталонизацией. То есть, рынок некоторых типов ПО устроен так, что в результате рыночных процессов происходит выделение одного из продуктов, который начинает использоваться всеми пользователями. Причина в том, что в информационном обществе, в цифровой экономике большую роль играет информационное взаимодействие между большим количеством участников. И вот этот фактор, он приводит к тому, что происходит определенная стандартизация. Ну, примерно из стандартов я лично считаю, например, Microsoft Office. Попытка работать на каком-то другом офисном ПО приводит к тому, что ты выглазаешь из общей информационной среды, к сожалению. На рынке Сникерсов, допустим, такого процесса эталонизации нет. Нет эталонного Сникерса. Они все могут быть разные, это не создает никаких проблем. На рынке ПО такого рода эталоны появляются. И это объективно на нынешних процессах нельзя не принимать его внимания. А, соответственно, если смотреть с точки зрения решения задачи импортозамещения, то необходимо ставить вопрос ускоренного создания национальных платформ. Платформы, я понимаю, в данном случае такого рода эталон не было. То есть, например, если мы говорим про офис, то задача создания национального офиса, она должна ставиться как отдельная национальная задача. Не надо пытаться решить ее рыночными методами. Это будет долго и неэффективно. Это моя точка зрения. Я могу ошибаться, коллега, если поправить, буду признать. Какие требования к модели управления этим показанием вытекают? Во-первых, это требование, которое уже было. Нужен коллективный заказчик. То есть, необходимо консолидировать каким-то образом, координировать потребителей. Необходим целенаправленный процесс, задачей которого является выбор и дальнейшее развитие лучшей платформы в классе. То есть, мы должны помочь рынку ускориться и сформировать вот эту эталонную платформу не в результате длинных рыночных процессов, а в результате целенаправленного движения к этой платформе. Как следствие, нужно единое целеполагание и консолидированные требования. Возможно, нужно государственное финансирование и практически наверняка нужно централизованное управление снаружи. Вообще, на мой взгляд, антииндустрия – это очень сложная нелинейная система. То есть, если посмотреть на жизненный цикл IT-продукта, я его набросал на скорую руку, то это достаточно длинная последовательность этапов зарождения, развития жизни и смерти IT-продуктов. И в каждый данный момент мы имеем в данном классе IT-продуктов множество конкурирующих продуктов. Какие-то уже выросли, какие-то умирают, какие-то родились. Не все продукты после рождения, так сказать, доживают до зрелости. Некоторые умирают в маленчестве. То есть, такая, знаете, целая вселенная кипящая, в которой возникают, живут, умирают IT-продукты. Вот, в этой вселенной есть масса нелинейных процессов, есть точки дефоркации. Когда появляется какая-то прорывная технология, она кардинален образом меняет жизнь. То есть, появилась прорывная технология, сразу какое-то количество, большое достаточно. IT-продуктов померло, количество компаний разорилось, да, другие компании, наоборот, возникли и стали развивать новые технологии. Есть еще такая интересная особенность, как резкий рост стоимости развития технологии в области платы. Поясню, что имею в виду. Если мы говорим, допустим, о развитии процессоров, это занятие, в общем, и так не дешевое, да, но на некой стадии, когда процессор достиг определенного уровня совершенства, любое дальнейшее совершенствование требует многократно больших финансовых вложений. Для нас отсюда следствие какое? Если мы будем сейчас пытаться догнать производителей процессоров, мы будем должны вложить огромные деньги, я думаю, это будут сотни миллиардов долларов, да, при этом никаких гарантий нет, что мы догоним. Вот. И отсюда интересный вывод, что нам, может быть, и не надо пытаться в той же электронной элементокомпонентной базе выйти на уровень лидера. Мы просто не сможем решить эту задачу. Мы просто потеряем деньги и время. Может быть, нам, с одной стороны, сказать, что мы будем жить сейчас на каких-то процессорах предыдущих поколений, что, в общем, вполне возможно, да, и параллельно будем вести исследования, нацеленные на то, чтобы сразу совершить скачок в будущее, туннелировать послезавтра, то есть сразу же ориентироваться на то, что мы станем лидерами в следующем поколении тех же процессоров. Не знаю, что это будет, но это общая философская идея, да. Может, надо перестать нам вкладывать деньги в развитие процессоров на базе силикона, да, кремния, а подумать, какие там в будущем, может быть, технологии. Кремния, он же не всегда будет, да, наверное, он рано или поздно чем-то будет заменен. Может быть, имеет смысл попытаться как раз туннелировать завтра или послезавтра. Но вот из этих особенностей IT-индустрии, как сложная нелинейная система, тоже вытекает требование к модели управления IT-инкорозамещением. Это уже озвученное требование, что нам необходимо очень четко и очень правильно сформулировать целевую модель, куда мы хотим попасть. И формулируя эту модель, мы должны принимать во внимание вот всю эту огромную сложность IT-индустрии как модели и сложность того, как она развивается во времени. Ну и плюс, так как IT-индустрия во времени меняется динамически, да, это живая система, необходимо в течение всего процесса движения к цели непрерывно заниматься анализом IT-индустрии и при возникновении каких-то существенных изменений, допустим, каких-то точек дефортации, появления новых правильных технологий, очень быстро корректируют и конечную цель, и то, как мы к ней движемся. Дальше важный вопрос, кто это должен делать, рынок или государство? Есть позиция некоторых моих коллег, которые категорически против участия государства, говорят, что рынок решит все проблемы. Я не очень с такой постановкой согласен. Да, рынок для определенных задач – это правильное решение, но есть задачи, которые должно решать государство. Но, в конце концов, атомную бомбу создавалось в виде нервных, да, космическая индустрия тоже создала нервных. Утруднение простое – есть задачи, когда нужно работать не рыночный метод. Моя позиция в том, что в случае противозамещения есть место для активного участия государства. Я не говорю, что мы все должны задачи решать. Здесь должен быть разумный компромисс, буквально на индивидуальном уровне. Вот эта задача должна решаться рынком, а эта задача должна решаться с участием государства. Чем плохо рынок? Ну, во-первых, рынок – это ненаправленное движение метода ошибок. Рынок все время пробует, да, в этом состоит, собственно, сила рынка. Он пытается попробовать здесь, получилось отлично, не получилось, списали расходы, переключились на следующую задачу, да. Нормальная, спокойная ситуация – это правильное движение. Но когда мы ограничены во времени и в ресурсах, и нам надо быстро решить какую-то задачу, это неэффективно. Вот пробовское движение рыночное, оно очень медленно приводит к конкретным результатам, которые нужно произойти. Во-вторых, рынок, он основан на учете частных интересов. То есть, рынок – это всегда интересы тех, кто является участником рынка. А участники рынка, в принципе, хотят одного и того же, они хотят денег. А в данном случае речь идет все-таки об интересах не отдельных субъектов, а об интересах общества в целом. Поэтому тоже я считаю, что из-за того, что речь идет об интересах общества в целом, рынок не является идеальным механизмом для решения такой задачи. Общенациональные интересы и цели в рынке, они, вообще говоря, обрушены достаточно слабо и косы. Рынок плох, когда нужно централизовать и координировать участников. Ну, недоговороспособность, она, к сожалению, иногда имеет место, и процессы координации и выработки общих целей, они либо вообще не происходят, либо достаточно медленно происходят. Когда речь идет о консолидации и мобилизации ресурсов, рынок тоже не идеальный механизм. Рынок, в принципе, ориентирован на быструю прибыль. Задачи импортозамещения, ну, не всегда вообще могут быть задачами рыночными, в том смысле, что они дают прибыль. Ну, по крайней мере, достаточно трудно говорить о быстрой прибыли в случае импортозамещения. Сложно получить в рынке долгосрочные инвестиции. Если мы решаем какую-то задачу, которая требует больших денег и даст результат через 10 лет, ну, я думаю, будут проблемы с привлечением инвестиций и решением такой задачи. Если это речь идет, не идет о целенаправлении инвестиция государства. И рынок вообще плохо работает в условиях ограничений по ресурсам на времени. То есть, когда у компании не очень много денег и когда надо интенсивно работать и поделять ресурсы, ну, компании, скорее всего, найдут какое-то другое место приложения своих сил для того, чтобы заработать. Вот, и когда речь идет о формировании стандартов, рынок работает медленно. Но тот же офис, ну, грубо говоря, формировался 30 лет. У нас нет 30 лет на решение о завершении импортозамещения. Вот, поэтому отсюда вывод такой, что задачи, некоторые задачи импортозамещения, в частности, те, которые не приносят быстрой прибыли, требуют быстрого решения, единого целеполагания, учета общенационных интересов и другие, они должны решаться при какой-то части государства. Степень участия, она может быть разная, здесь я ее не обсуждаю. Ну, на этом слайде просто сформированы те требования, которые я перечислял на предыдущих файлах, для правильной модели управления IT-импортозамещением. Вот, и теперь посмотрим на то, как этим требованиям удовлетворяет сам модель импортозамещения, которые мы реализуем сейчас в отношении госорганов и госкомпаний. Краткое содержание этой модели очень простое. Это административное давление на отдельных потребителей. Подчеркиваю, да, ключевое слово отдельных, другое ключевое слово потребителей. Мы воздействуем на относительно небольшую долю на госкомпании, госфонды и госорганы, и мы воздействуем только на потребителей. На производителей прямого воздействия не оказывается. На них все, что делается, влияет после этого. Вторая особенность, да, производители, собственно, продолжают суд по законам рынка. Захотят, могут принять участие в этих процессах, делать что-то и предыдущие. Не захотят, могут не принять участие. Какая-то мобилизация и консолидация ресурсов, тот подход, который есть, он не обеспечен. Дальше подход, он достаточно формальный. Сверху спущены планы, с уже заданными цифрами импортозамещения, которые должны быть достигнуты. Снизу ожидаются отчеты о выполнении этих планов. Причем поставлено достаточно жесткое требование. Отечественное ПО – это только то, что находится в едином реестре Российского ПО. Вот если посмотреть, как такой подход положится на эти требования, которые были сформулированы в результате анализа, то видно, что решается в какой-то степени никто, наверное, не полностью. Приоритет вообще национальных интересов – ну, да. Вот то, что делается, делается ради интересов страны в целом. И происходит некая консолидация производителей, и они начинают объединяться в какие-то консорциумы, которые пытаются решить задачу, кстати, ту самую задачу импортозамещения пластиковых. Все остальные требования, в моем понимании, они не выполняются. Поэтому можно сделать вывод, что действующая сейчас модель импортозамещения имеет некоторый потенциал для совершенства. Задача построения правильной модели импортозамещения, она сама по себе сложная. Вот первое, что я бы сделал, это я бы создал постоянно действующий экспертный центр стратегического анализа и планирования. То есть некая группа экспертов, функционально покрывающих все важные для импортозамещения области, которая занималась глубоким анализом IT-индустрии, определяла, что мы можем делать, что мы не можем сделать, формулировала целевую модель и траекторию движения к ней. И этот же центр должен постоянно действовать в ходе всего движения к этой целевой модели. На мой взгляд, если задача такого экспертного центра мы решим, и этот экспертный центр включится, будет добавлен в той модель импортозамещения, которую мы имеем сейчас, то эффективность импортозамещения, на мой взгляд, может радикально повыситься. Большое спасибо, Карл. Участников дискуссии я предлагаю подняться на сцену, чтобы мы продолжили эту интересную беседу. Но, на мой взгляд, получилась достаточно печальная картина с точки зрения карты. Потому что то, что сейчас делается, оно не соответствует, наверное, тому, что надо делать. И в срочной перспективе это достаточно сложно сделать. Особенно учитывая, что центр по импортозамещению у нас есть. Ну, вроде как есть. И он, собственно, должен решать ту задачу, которая у нас была озвучена последней, как раз быть таким мозговым центром. Но при той модели, которая принята в России, это пока не очень хорошо получается. Коллеги, может быть, у кого-то есть дополнения или комментарии к тому, что сказал Карл, да, прежде чем мы начнем дискуссии с участниками. То есть кто-то может поделиться своей болью с точки зрения импортозамещения. Работает, что работает, не работает, почему не работает. Может быть, что-то добавить к тем предложениям, которые Карл высказал. Коллеги. Да. У меня такой вопрос. Продолжение следует. Не считаете ли вы, что это замещение и вот развитие продуктов в банках, это замещение очень связано и с сложившейся моделью продаж продуктов у нас в России. То есть у нас очень часто заказывают разработку продуктов. Исполнителям и потом, соответственно, продукт, он очень часто развивается, ну, когда конкретно заказчики. Они выходят на общий рынок, может быть, с открытым кодом, как часто делают там с рубежом, и продают там какую-то поддержку. И так очень часто продукты развиваются, мне кажется, быстрее, и они выходят на совершенно новые качественные уровни. Вот считаете ли вы важным, вот так называть, в этом направлении продаж? Ну, естественно, да. Конечная цель всё-таки создавать такие продукты, которые будут нормально работать в рыночных условиях. А то, о чём вы сказали, это, я считаю, некое следствие несовершенствования той модели импортозамещения, которая у нас есть. Потому что что происходит? Есть заказчик, который вынужден покупать некий продукт, он за него, в принципе, платит любые деньги, и находит производителя, который этот продукт производит для него, а не для рынка. И создаётся такая замкнутая модель. Один потребитель, один производитель, один продукт, а рынок весь, в общем, в этом не участвует. Более того, там есть другие интересные процессы. Многие производители одну и ту же доработку не включают в версию продукта, они её продают много раз разным заказчикам, каждый раз за новые деньги. Это тоже не очень правильно. Это и в рынке тоже не так жива. У нас есть прекрасный пример. Компания 1С, которая с ним работает много лет. И это раз из структурозамещение. Надо понимать, что одна и даже разработка в структуре 1С делается для заказчиков разными компаниями. Поэтому какая-то история и в рынке существует. Так что это не болезнь только в истории с импортозамещения. Это в одной и той и той же механизме. Потому что присутствуют просто рыночные механизмы, и никто не могут нивелировать, потому что какой-то крупный вендор, а так все билиют. Да, я соглашусь. Это не только вопрос импортозамещения. Но в случае с 1С это скорее результат того, что нет достойных сильных конкурентов. Работу еще не засматривать. Можно поздравить коллегу. И 1С это фактически платформа национальная. И лидеры импортозамещения. Да. Коллеги, я бы еще хотел добавить, что первоначально в этой секции у нас планировалось участие представителей государства. На Кульскора, как заметил Карл, у нас идет административное давление сверху на импортозамещение. И мы планировали, что у нас будут представители от правительства. Предварительно как бы было подтверждено, должны были быть представители в СТЭП, должны были быть представители анно-цифровая экономика. Но, как вы видите, среди участников никого нет. И, наверное, отчасти это некий ответ на то, как государство относится, на мой взгляд, к этой теме. И вот эта привычка административно давить и заставлять переходить на отечественное либо ПО, железо, телекоммуникационное оборудование, средства защиты в меньшей степени, потому что этот рынок достаточно узкий всегда был, и там не так много было, по большому счету, иностранцев. Оно и будет продолжаться. И вот хорошие идеи Карла я вот пессимистично оцениваю в этой части, потому что, как бы, у нас не готовы вкладываться именно вот в эту мозговую составляющую для развития своего кластера, там, с нуля, ну, с нуля, не с нуля, но своего кластера, дойти, потому что такой задачи нет. Вот как я это говорю? Ну, сможем ли мы решить задачи импортозамещения тогда? Вот, кстати, точнее хочу. Я когда говорил о создании экспертного центра, я не имел в виду организационный вопрос, да, там, создание чего-то нового. Это надо смотреть, как это делать. И, кстати, оно только из-за ИКТ, не знаю, что длинное у него получилось, они в данный момент, вот такой задачи перед ними не стоит. Что прав? И у них нет на это ресурсов. У них есть определенный класс задач, которые выделили ресурсы, включая финансирование, которые они решают, мы с ними вполне конструктивно работаем. И, ну, скажем так, на уровне обсуждения таких предварительных рабочих, да, и не на уровне даже руководства. В общем, они к этой идее, к тому, что их функции могут быть расширены, они относятся к вполне, хоть, с пониманием, да, но, естественно, это потребует выделения дополнительного финансирования дополнительных ресурсов. Я считаю, что, я тоже небольшой оптимист, да, скорее, информированный реализм, да, но я считаю, что, если мы эту задачу не решим, мы не сможем эффективно решать задачи и продажами. Кость, ты представляешь, там, крупнейшую российскую национальную корпорацию компьютерную, как бы, компанию Аквариус в том числе. Соответственно, твой взгляд на вот то, что происходит в стране, есть ли позитив некий или, опять же, каждый российский производитель отдан на откуп сам себе и, там, крутится в этих, как бы, жерновах, пытается решить задачу импортозамещения и при этом там не видит никакой серьезной поддержки страны государства? Краткий ответ, да, на последний вопрос. В принципе, да, значит, мы, как производители оборудования, у нас, с одной стороны, мы смотрим, как рынок реагирует на все эти инициативы, с другой стороны, что со стороны государства, какие посылы, так сказать, какие драйверы возникают. Если смотреть рынок и смотреть конкретно банковскую сферу, то есть два момента. Первое – то, что импортозамещение в головах очень часто тождественно равно импортнодезависимости, потому что импортнодезависимость – это некий уже состоявшийся факт. А импортозамещение – это процесс, вот, Карл о чем говорил, что это некая перестройка модели. И многие считают, что импортозамещение – это импортнезависимость. Что там есть? Оборудование на отечественных процессорах, отечественной, значит, памяти и жестких дисков? А, нет, ну и что, ну и все. То есть, вот, как бы, это раз. Дальше, со стороны коммерческих банков, вот, если говорить именно о коммерческих банках, то отношение к импортозамещению – это некая такая навязывая моя рынку инициатива, которая, ну, по большому счету, непонятно к чему, для чего она им нужна. То есть, банки реально на текущий момент не видят никаких для себя вызовов, либо видят очень ограниченные, связанные с вопросами импортозамещения. То есть, словом говоря, бизнес-рисков пока, ну, как-то вот так вот серьезные, по большому счету, не видно. Есть некая постепенная трансформация сознания, но она пока вот так. Значит, со стороны государства ситуация следующая, что есть, да, определенные драйверы импортозамещения. Как правило, они относят действительно административный характер, это постановление правительства, указания и так далее. Есть некоторые моменты, связанные с проведением закупок и преференциями для отечественного, так сказать, оборудования всего. Это, ну, в некоторой степени способствует развитию импортозамещения, но зачастую это приводит просто к перенаклейке шильдиков, а не к реальному появлению продуктов. И относительно, вот Карл говорил, относительно государственного финансирования этой всей тематики по импортозамещения ее на текущий момент нет. И мы, как производители оборудования, вот уже 30 лет существуем фактически на, ну, на общих основаниях рынка, конкурируя с другими производителями, в том числе иностранными, на общих основаниях. Поэтому на текущий момент вот ситуация вот такая. С нашей точки зрения. Угу. Это вот тут, если оценка. Понятно. Волна импортозамещения такая. Общенациональная дефлата на другом году. Порой в такой активной стадии. Как-то повлияло? У вас 30 лет богатый опыт. Вот повлияло ли как-то вот государственные программы на ваш вид? Ну, смотрите, значит, вот тут вот я полностью разделяю тезис, то, что вот как в своей презентации говорил, что у нас есть со стороны государства точечное давление на определенных заказчиках и на определенных секторах. В основном это государственные заказчики. Соответственно, у компании «Аквариус» действительно очень много заказчиков именно в государственном секторе. И в этом смысле, ну, заказчикам просто некуда деваться, им приходится так или иначе учитывать то административное давление, которое на них оказывается. И что-то в этом направлении делать. В этом смысле для нас, конечно, это некая дополнительная возможность предложить наши продукты, наши решения для того, чтобы, ну, как-то вот решить эти проблемы. То есть я бы не сказал, что развитие бизнеса нашей компании, группа компаний, я говорю, связана именно с появлением импорта замещения, но это один из дополнительных плюсиков, которые есть в развитии бизнеса. Пока он не носит какого-то превалирующего характера. То есть, еще раз говорю, мы конкурируем на общих основаниях с иностранными вендами. Спасибо. Александр, вот точка зрения производителя средств защиты. Ну, со средствами защиты все, с одной стороны, немножко проще, потому что рынок средств защиты достаточно хорошо регулируется. В общем, существует требование, да, существует требование к производителям лицензирования этой деятельности. Поэтому в этом смысле у нас с точки зрения импортозамещения нам стоит лучше. И это вот показала первая табличка, да, там где, собственно говоря, рынок средств защиты информации на 75 процентов действительно импортозамещен, да. Но это вот, собственно говоря, таких вот в госорганах. А с точки зрения банковской сферы там все немножко по-другому. Потому что сейчас появляется вот 380 ВАП, да, который откладывает на 24-й год вот, значит, с импортными алгоритмами российского оборудования там и так далее. То есть я про это сейчас немножко, наверное, чуть расскажу, потому что это наша боль такая вот с платежным нашим ХСМом. Значит, а может быть так и должно быть. Может быть нужно как раз не пытаться заместить Microsoft Office, да, а пытаться, собственно, выбрать как раз те самые болевые точки, вот такие, там где это действительно несет угрозу безопасности государства и вот свои усилия по импортозамещениям управлять именно туда. Не пытаясь при этом, собственно говоря, сразу все заместить. Ну, понятно, что должны быть какие-то структурные изменения такие, ну, пошаровые, они, может быть, так сказать, эволюционные, не революционные. Не пытаться совершить революцию. Вот наш опыт, то, что я хочу сказать, да, по платежному ХСМу. Вот мы его сделали, мы вложились, так сказать, инвестиции хорошие сделаны, предполагая, что национальная система платежных карт все-таки должна быть национальной и в ней должны быть свои инструменты, в том числе и типа ХСМов. Что получилось? Полное отсутствие регулирования, на самом деле. Вернее, не полное, оно, так сказать, оно правильно, да, такое, своеобразное. На самом деле, единственным действующим практически комплексом требований для платежных систем является PCI-DSS. А PCI-DSS подразумевает требования PCI-HSM. Ни одной лаборатории, сертифицирующей по PCI-HSM требованиям в России нет. Оброс этого оборудования на криптографическое строго регулируется, причем как вывоз, так и ввоз. И, в общем, практически мы попали в подвозь ситуацию. То есть банки не могут ставить наше оборудование по той простой причине, что у нас нет нормативной базы, позволяющей им это сделать. Вот вам такая история про импортозамещения. То есть, фактически, нам может быть надо как раз вот эти узкие места, да, но нет у нас этих лабораторий. Значит, тогда надо либо создавать эти лаборатории, либо менять нормативную базу и, так сказать, разрешать установку, значит, оборудования на основании выполнения требований ФСБ и стеков. Ну, например, варианты такие. То есть, что-то делать в этом плане надо. Какие направления? Вот, конечно, такой мозговой центр, который бы, собственно, находил эти узкие места, их разшивал и позволял бы двигаться дальше, был бы очень неплох, очень полезен. И иначе в двадцать четвертом году ХСМ будут стоять и талисы те же самые. Уже, наверное, 9 тысяч, 10 тысяч, 12 тысяч. Ну, точно талисы. Другого альтернатива нет у нас. Александр, ну, а вот тема с ХСМами на моей памяти поднималась магнитки первого раза года три назад, когда… Да, да, совершенно верно. Это как раз то, что мы сделали, да. Ну, нет, я не про то. Я как раз про то, что Простов как раз выступал с жесткой критикой использования западных ХСМ в России, как бы озвучивал модель угроз, разработанную ФСБ и говорил, что нельзя использовать западных ХСМ, потому что одномоментно могут прекратить продажи на территорию России. Совершенно верно. Единственное, что удалось добиться – 382b, которые на двадцать четвертый год относят вот этого. Ну, не выглядит ли это странно, что регулятор, который запрещает вывоз, жестко ограничивает вывоз криптографии, в том числе российских ХСМ на Запад для проверки и ввоз их обратно за три года, так и не смягчил требования для того, чтобы российские ХСМы прошли сертификацию в МПС и вернулись обратно. А вы считаете, что российские производители, находящиеся под санкциями, пройдут сертификацию в Западной Лабрадой? Ну, стоп, у вас санкции возникли относительно недавно против нас. На самом деле, санкции у нас возникли относительно недавно, а вот Микрон со своей карточкой так и не смог пройти эту сертификацию. Им сказали, у вас есть гастовый алгоритм прошли, так гастовый алгоритм не является доверенным. До свидания. У нас вообще многие процессы странно выглядят. Мы часто сутевые вещи решаем путем написания какого-нибудь проекта законодательного акта и в процессе обсуждения этого проекта пытаемся решать технические вопросы об использовании гастированной или не гастированной криптографии. Это странно выглядит. Обычно, в моем понимании, законодательный акт должен идти в конце после того, как эксперты договорились о сути. Дальше это все оформляется в виде законодательного акта. У нас почему-то телега впереди лошади в этом смысле часто идет. Ну, наверное, потому что всех устраивает та криптография, которую они используют уже десятилетия. И они не видят вот этой причины переходить на гастированную криптографию. С этим эксперты должны разбираться. Хорошо. Тим, может быть, ты прокомментируешь? Вот ты видишь потребность, опять же, разработчик российской криптографии в том числе, потребность в переходе на российскую криптографию со стороны финансового сообщества. Я считаю, что тут ситуация очень простая у нас, как в нашей стране говорится, пока рак свистнет, там может не перекреститься. Поэтому, в какой-то определенный момент случится, так что где-то сегмент навернется и реально пропадут платежи. Вот в этот момент, наверное, что-то произойдет. Потому что пока, пока минус-замедные действия где-то не взорвали, у нас будет такая ситуация. Поэтому регулятор совершенно четко говорит, что есть возможность удаленного управления, прямо показывает, есть возможность, есть возможность в какой-то определенный момент сделать так, что они перестанут работать как как нужно. То, что там смотрят, там уже не так страшно. Страхно, что реально мы используем то, чего не контролируем. Если бы нам будет возможность контролировать те же самые пальцы, может быть и тогда же останется, нам даже контроль не дают. Поэтому импортозамещение, в первую очередь, про контроль. Импортозамещение нужно для того, чтобы мы могли контролировать то, чего использовали. У нас много всего, что мы используем в реальной жизни и для жизни бизнес-процесса, то, что мы даже не понимаем, как это, в принципе, обновляется, как это, в принципе, будет работать через полгода. Про телефон мобильный вообще, там можно вообще не говорить. Это вот непонятно, что будет с мобильным телефоном через 20 минут. У многих людей вот это, как же сейчас, какое данное время придет автоматически и все, все сломается. Так что тут вопрос, в первую очередь вопрос на трое. – Нет, я думаю, не сломается, потому что отличный механизм для сбора информации. – Ну… – Это же нарушение, если там ЦРУ неожиданно всех агентств, которые работают на территории РФ, вдруг решит по какой-то причине нейтрализовать. Поряд ли это произойдет? У меня к вам, как эксперту, вопрос, вот возвращайтесь кое-что самое. Есть две стороны проблемы, есть ходуая, есть криптография. Вот, допустим, мы не продвигаем российский ГОСТ, мы используем антические кривоицы, те же зарубежные стандарты, но ходуая делаем сами. Вот в этом случае проблема может быть решена? – Да, мы это сделали, только вот результат тот же. Мы находимся тоже точно. – Там не сертифицируют… – Значит, НСПК, вернее как, НСПК говорит, что единственное требование банка на использование оборудование – это PCI DSS. Выполнять PCI DSS можно ставить. Выполнять – можно ставить. Сделать наш DSS работает по западным алгоритмам, работает по всем алгоритмам, которые положены для платежной системы. – Какую задачу можно решить, чтобы он соответствовал требованию PCI DSS? – Нет, на мой взгляд, самое оптимальное – это открытие у нас здесь лаборатории. Вот, по моей точке зрения. Но лаборатория – это огромные затраты, это, так сказать, не окупится. Это как раз то, что должны благородные инвестиции государства, заведомо зная, что это, так сказать, деньги отбить этими удастами. – Потери, если у вас зареализовываются, больше будут этих инвестиций? – Я не знаю, честно говоря, ни с чем. – Мы говорим о работоспособности российского сегмента платежной правил, который может быть выключен, условно ображаясь. Потери в этом случае, я думаю, будут больше, чем затраты на создание… – Я знаю, что этот вопрос обсуждался в рамках цифровой экономики, да, возможность создания таких центров сертификации, вот, но, по-моему, это финансировано, по-моему, сейчас. – Да, или решение о том, что уделяется деньги в лаборатории… – Его отложили, или вообще замыли? – Мне кажется, что… – Ситуация с НСПК, да, вот, вопрос о том, что необходимо создавать рациональный свитч для замыкания внутренних транзакций внутри России, он поднимался, по-моему, с 2003 или 2004 года, когда были первые проблемы российских банков. Решили эту проблему только тогда, когда… – В 98-м году? – Да. Ну, я уже в четвертом весьма писал. – Нет, в 98-м, я помню, у меня уже была первая попытка. – В четвертом, в 3-м… – Это раньше еще было, в 98-м. – Гуту отключили в 3-м году, вот так у нее начались проблемы, виза просто выключила, потом просто включила обратно, да, ну, тогда, ну, вот, я путем работал, мы узнали, как просто выключить вообще работу наше, выразить их гад, да, и я тогда начал понимать вопрос о том, что надо создавать свитч, чтобы внутренние транзакции не ходили за серверами, которые находятся за временем. Вот, многоградный был плохом, и только после того, как в каком году там… – В 14-м, да, вот… – После этого деньги наши есть, и все заработали. – Нет, ну, мы будем ждать отключения транзакций. – Коллега тоже хотел даровать комментарий, значит. Действительно, есть предложение вообще, не просто замещение, рассматривать как некий процесс минимизации бизнес-рисков. Это не каких-то выполнения, просто требований, хотя это тоже присутствует, об этом говорим, но и бизнес-рисков. Вот сейчас сказали, да, пока рак не свистнет, соответственно, вот у нас, значит, что-то не произойдет. То есть, есть предложение рассматривать с точки зрения времени восстановления, да, когда мы что-то обсуждаем, и возможности, необходимости замещения, времени восстановления, и, соответственно, объеме потерянных данных. То есть, вот классика жанров, что будет, если там отключен, будет недоступен, там, ремонт, сервис и так далее. Кстати, по поводу Крыма, да, когда вот были все события по присоединению, была ситуация, когда надо было в Крыму, мы должны были по гарантии поменять там одну железку, иностранную. Так, была серьезная проблема с тем, чтобы ее оттуда вывезти, не кревшую привезти, новую и так далее. Потому что нельзя было засвечивать там иностранным вендорам вот эту ситуацию. И как раз это вопрос бизнес-риска и восстановления. То есть, сколько времени простаивала система и как это простаивала? Вот, это раз. И второе, есть предложение, ну, не смотря на то, что мы на форуме посвященном информационной безопасности, да, есть предложение рассматривать импортозамещение не только в контексте информационной безопасности. Потому что информационная безопасность – это тоже минимизация бизнес-рисков, свои есть меры и так далее. Но и все-таки импортозамещение, оно где-то пересекается с информационной безопасностью, где-то там свои вопросы решает. Просто чтобы вот не было тождественного, да, сейчас мы там HSM тут сейчас обсуждали, и вот только вот это для нас не в этом. Пример. Да, это в качестве примера. Это в качестве примера, да. Покажите. Можно теперь услышать представителей иностранной компании? По поводу ХСМа? Я в ХСМах не очень не забираюсь, вы меня сидите. Я знаю, что это такое, но суть проблем… Я, у нас вчера, ну, к сожалению, никто из коллег не был. Вчера был… А сейчас не позвали. Да, я не знаю, почему, это седовый, скорее, вопрос. Вчера был пресс-брифинг на ту же тему, в которой я участвовал. Там тоже я был одним представителем западного вендора, еще был Positiv, это система Jet и, собственно, Игорь Ильпунов из Ростелеком Солар. Мы тоже вчера обсуждали импортозамещение, вот, и поэтому… Ну, вчера мы в технику не углублялись, мы скорее по результатам. Вот. Ну, сегодня я, во-первых, хочу Карла поблагодарить, потому что презентация, конечно… Я уверен, если бы Карл возглавлял в России движением и протезамещением, у нас успехи были значительно лучше. Вот. Потому что, действительно, у нас… Фамилия неподходящая. Ну, у меня тоже поэтому, мне там знакомо, да. Вот. Да, можно шелтик переклеить. У меня какой-то… Вчера присылали в WhatsApp, из какой-то, кстати, госкомпании, заявление на смену… Значит, человек поменял фамилию, отчество и только имя оставил. На… с российского на западное. Ну, видимо, тоже импортозамещение какое-то. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Я с коллегами… Вот, если не углубляюсь в технологии, то, что мы обсуждали именно с точки зрения процесса, насколько он успешен и так далее, я с коллегами во многом согласен. И, в первую очередь, я считаю, что проблема импортозамещения в России – это как раз то, что… Вот, то, что Карл там пометил красными крестиками, да. Ну, из основного, наверное, то, что не было выделено никаких приоритетов, собственно. То есть, мы должны были понимать, что мы можем сделать в катакосрочной перспективе. То есть, за пять лет, прошедших с четырнадцатого года, операционную систему мы бы сделать не смогли. Ну, линукс – это линукс, да. Мы считаем линуксом. То есть, прикладной операционной системы уровнем Windows у нас… И мы за пять лет бы ее не смогли сделать точно. А вот, например, что, опять же, показывают цифры. С учетом того, что российские компании, там, в определенных областях, в том числе информационной безопасности, действительно сильны. При государственной поддержке… Я хоть как иностранный вендор, но я работал в лаборатории Касперского, дал достаточно долго. При хороших государственных инвестициях мы могли бы в области ЕП заместить не только антивирус. То есть, у нас сейчас замещается только антивирус. Больше, ну, и DLP еще, да. Все. То есть, у нас огромный стэк технологий по информационной безопасности даже, у нас нечем замещать. Криптография есть тоже. Ну, как бы… У нас нет ни фаервола, ну, таких именно нагрузочных, да, фаерволов и так далее. Поэтому, вот, если бы мы сфокусировались на чем-то, то и не только ВБ, я бы думаю, что успехи было бы намного больше. А так как фокуса не было, его нет до сих пор, то, собственно, вот, если вот то, что Карл, собственно, изложил, не будет в ближайшее время принято, тогда, может быть, через пять лет мы, действительно, уже что-то больше импортозаместим, а иначе это все так и будет продолжаться. Для галочки, к сожалению. Ну, я боюсь, что у нас фокуса не будет, потому что регулярно участвую в разных совещаниях, слышу вот идею о том, что, а если вдруг нажмут на красную кнопку, там, американцы и какой-то другой, и все отключится. И вот это все, к сожалению, не позволяет выбрать некий фокус. Идея, давайте создадим свой софт, она как раз разбивается на мысль, что, а если прекратят поставки Intel и IMD, своих процессоров, потому что они все входят под требованиями американского законодательства. Соответственно, прекратят поставки Intel и здесь никакое импортозамещение вообще будет, по сути, невозможно, потому что даже у китайцев нельзя будет купить процессора, поскольку они не продадут, опасаются еще больше санкций в отношении себя. Поэтому вот этот страх, он приводит к тому, что нет фокуса. И там события прошлой недели со сплантом, когда одномоментно взяли и прекратили, лишний раз подливает масла в огонь, что могут одномоментно взять и прекратить поставки. И вот отсутствие вот этого фокуса, оно на самом деле обосновано тем, что никто не знает, а за что браться. За мой офис развивать, либо Астру развивать, либо там свои процессора или брусы Байкала развивать, либо там Элтекс развивать и так далее. То есть никто этого не знает. Может, можно, Алексей, я с тобой полностью согласен, но это как бы, давайте откровенно скажем, это следствие того, что, если мы как бы рассматриваем вопросы подразумещения до Крымы и после, то до Крыма было 14 лет, в принципе, ну неплохих с точки зрения экономики России. 14 лет в области, назовем в кавычках импортозамещения, то есть развития IT-технологий особо ничего не делалось. Вот. А когда, что касается страха, мы сами знаем, что когда то, что ты делаешь, движется, движется страхом, то ничего хорошего ты не сделаешь. Поэтому здесь… Это все любое, как работает. Ну, я имею в виду, нет, ИБ запугивает рынок, но сама продукта-то ИБ разрабатывает, оно же само-то не боится. Я что хотел сказать, как раз вот Карл тоже упоминал риск-ориентированный подход, а с одной стороны, да, то, что ты сказал, уже пример со спланком есть, а написано на коленке отечественное решение, содержащее огромное количество ошибок, установленных в критическую инфраструктуру или в платежную систему, который выйдет из строя, и его нельзя будет в течение нескольких часов поднять, потому что там будет именно критическая ошибка из-за того, что решение делалось быстро, потому что страшно, вот, и, собственно… Я думаю, ты понял, о чем я говорю. То есть здесь риски, к сожалению, они примерно одинаковые. Так, поэтому с этим надо переимпортозаместить не менее страшно, чем нету импортозаместить. Можно говорить, конечно. Тут как раз Алексей про процессоры и так далее. Бой. Да, бой. Значит, хотел вот, знаете, поделиться наблюдением, что на многих совещаниях, обсуждениях очень присутствует некая полярность. То есть, с одной стороны, а если отключат, нажмут красную кнопку, то вообще все, всем, так сказать, хана. И второе, крайнее осуждение, что, ну а с другой стороны, что процессоры у нас своих нет, ну там, есть с каким-то, там, комплектующих нет, микросхемы мы не делаем. Поэтому, ну, чего тогда и придергаться. Но все-таки вот я предлагаю рассмотреть импортозамещение как некий ступенчатый процесс. Вот, кстати, у Карла был вот этот отличный слайд. Там, если можно, сейчас вот это приложение. Приложение. Значит, давайте рассмотрим просто сверху вниз вообще, ну, информационную систему, да. Вначале разрабатывается архитектура информационной системы. Уже на этом этапе зачастую закладываются какие-то проприетарные технологии. И закладывается та игла, на которой потом заказчик сидит и с которой мы потом не можем, условно говоря, слезть. Дальше. Значит, если речь идет вот об инфраструктурном ПО, системном ПО, это тоже следствие, ну, некого проектирования системы. И то и ту модель, которую закладывают разработчики, как это будет функционировать. Теперь, вот тут вот есть между сборкой IT-оборудованием и производством микросхем, есть еще один уровень – это разработка платформ. Это фактически то, что вот у нас покупатели, скажем так, материнский план говорит. Вот, если говорить об импортозамещении и возьмем требования Минпромторга к тому, что считается отечественным продуктом, то можно обратить внимание, что, ну, там есть определенный набор, что это должно быть на наших заводах, должна быть рабочая конструкторская документация, ну, и, соответственно, в подтверждение все должны быть представлены технологические карты и так далее, и так далее. И в этом смысле, вот сейчас у нас есть, в этом году, кстати, начали появляться активные решения у нас, у других российских производителей по оборудованию. Это отечественные аппаратные решения – ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, серверы, ну, сейчас вот это на подходе, на которые есть заключение Минпромторга, и это официально считается отечественным продуктом. Несмотря на то, что комплектующие, действительно, они иностранные, и, да, определенный риск сохраняется, если нам совсем рубанут, так сказать, рубины. Но дело в том, что для многих заказчиков, которые так или иначе вынуждены считаться с необходимостью импорта замещения, например, наличие вот заключения Минпромторга и таких решений, оно считается, ну, они считают для себя это приемлемым, и тот риск, который у них остается при использовании в оборудовании комплектующих, да, иностранных, для них он считается приемлемым, они там как-то проводят эту оценку риску. Вот поэтому, вот, у меня предложение такое, вот рассматривать это не как бинарную систему импортозамещения, а как некий ступенчатый процесс, потому что это вот как в информационной безопасности, да, есть принцип ошелонированный оборот. У нас может быть уязвимость на каком-то уровне, но мы ее можем закрыть другими какими-то методами и средствами. Так же и здесь. Ну, это правильно, но при условии, что мы четко знаем цель того импортозамещения, которое у нас реализуется, вот то, о чем упомянул в самом начале Карл, мне кажется, этой цели до конца никто не понимает, что все импортозамещения воспринимаются совершенно по-разному. Для кого-то это создание продуктов экспортопригодно, то есть и такое звучало, для кого-то это полное помещение иностранцев с российского рынка, для кого-то это защита вот от этой красной кнопки, это совершенно разные задачи, и поэтому они реализуются или вносятся на уровень там различной нормативки совершенно по-разному. Там у ФСБ свой взгляд, у Минпромторова свой, у Минкомсвязи свой, у Сколкова вообще свой взгляд, для них импортозамещение скорее экспортопригодное, то есть они развивают отечественных не для того, чтобы было хорошо здесь, а чтобы зарабатывать деньги там. И это тоже подход на самом деле. Я просто в руках держу подтверждение твоих слов, то что разные цели и цели полагания, и, кстати, это в поддержку предложения Карла создать некий такой экспертный совет, группу, как угодно организовать. Вот у меня поручение правительства 18 декабря 2018 года, где вот говорится о создании реестр телекоммуникационного оборудования, о том, что только, значит, отечественным признается оборудование из реестра этого, о необходимости проработки и рассмотрения мер, связанных с оградительными пошлями и так далее. То есть это как раз пример того, что различные цели полагания порождают вот такие различные активности. И получается так, если мы, банковское сообщество и производители, которые вот рядом находятся, не организуемся и не предложим что-то свое, не выйдем с какой-то инициативой, решатся о нас, вот такое придет и все. Я услышал фразу «полное объяснение иностранцев». Вот чего мы не должны, на мой взгляд, категорически делать, это полностью самоизолироваться от остального мира. Это, возможно, то, чего от нас ожидают наши недружественные партнеры. И не надо ни в коем случае на это вестись. Вот это было бы точно стратегической ошибкой. А кто недружественные партнеры? По-моему, вот как раз... Я боюсь, что я себя начну называть. Меня Алисов зовут лучше меня. Но нас подталкивают к этому. И вот это не надо. Но для меня это новость. Я никогда не слышал, чтобы недружественные партнеры подталкивали отказываться от иностранного, азиатского, восточного, западного, африканского софта либо железа. То есть вот эта идея такая. Подталкивание в данном случае не выглядит как прямые инструкции. Да? Не, ну понятно. Устроить автаргию там у себя, да? Оно нацелено, оно делается подсознательно через решение отдельных людей, которые эмоционально могут выступать и говорить, да ну этот мир к черту, давайте откородимся от него и все у себя построим, нас там 150 миллионов, неужели мы не сможем все это сделать? Вот это очень опасно. Мне кажется, у нас своих достаточно. Без помощи и оттуда. Это не только принимают такие решения. Как раз самая головая ежедневная информация. Можно я тоже добавлю? Мы опять говорим о том, что попытаться найти приемлемые пути для того, чтобы все-таки процессы импортозамещения, они были успешными. Тут вот часто говорят, что когда по разным направлениям Россию сравнивают с Китаем, Китай нам не пример, я вот честно говоря не понимаю почему. Если посмотреть на импортозамещение в Китае, да, вот как раз то, о чем мы сейчас обсуждали, то есть импортозаместил ли Китай с Америкой отношения натянуты значительно дольше, да. То есть у нас до 14-го года опять же были отношения достаточно, ну такие, стабильные, а вот с Китаем эти торговые войны идут перманентно. Вот сейчас вот какие-то уже там, то что с Хуавеем и так далее, точечные. Но это все урегулируется обычно. Что сделал Китай? Огромные инвестиции в развитие IT-отрасли. Он полностью импортозаместил критическую инфраструктуру. Да, к ним есть вопросы, они то, что не смогли сделать сами, они украли. Мы так делать, конечно, не будем. Но они, тогда они крали, потому что у них не было специалистов, которые способны были разработать подобные технологии. В России подобные специалисты есть давно, еще с советских времен. И тоже крали. Это да. Ну тогда крали, когда своих не было, да. С точки зрения IT, сейчас у нас, мы же знаем, что, так сказать, экспорт российского ПО, он, там вот последний отчет был, он еще вырос, да, то есть мы ПО-то экспортируем, не так все плохо-то на самом деле. Зависимость от российского ПО на Западе, она достаточно, на самом деле, не такая уж низкая. Просто самые, так сказать, лидеры экспорта, это не там, не лаборатория Космерского, не АПИ, а тот же Люксофт, например, который формально российской компанией не является, да, они швейцарские компании, поэтому как бы они не будут, не будут, не воспринимаются, да, так как, что западные компании зависят от российского, да, ПО, а как швейцарское. Так вот, что я хотел сказать, что Китай импортозаместил критическую инфраструктуру, собственно, импортозаместил критические, критические системы, все государственного уровня, в том числе, все, что связано с платежной системой, сделал это значительно раньше нас, вот. Импортозаместили операционную систему, они нет, как пользовались Windows, но у них там есть какие-то Linux, как они пользовались Windows, так и пользуются, и не пытаются это делать, ну, не пытаются даже ее импорта заместить. Антивирус, там, я не помню уже их 4, 5 или чуть ли не 8 китайских антивирусов, рынок антивирусов западных на китайский рынок практически закрыт, в том числе российских, и американских, и российских, то, что есть в Китае, они не очень хорошие, но они есть. То есть вот тоже, антивирус, все-таки будем считать это критическое ПО, да, вот. А сетевое оборудование сделает. То есть я что хочу сказать? Если, вот опять же, о чем говорил, если фокус сделать, возможно ли это? Вполне. То есть Китай показывает, что это возможно. То есть, а если мы будем, опять же, даже вот если следовать там плану, который Карл привел, но если сказать, что фокус для нас все, и процессор, и операционная система, и телекоменционный оборудование собственное, у нас ничего не будет, к сожалению. Ну да, я и говорю, это не, не, а могут сказать, фокусируемся на всем. Да, вот тогда, к сожалению, скорее всего успехов по-прежнему не будет. Карл, а вот вопрос... Карл, а вот вопрос... Карл, пожалуйста. Да. Что для вас фокус? Какой фокус? Что это? Инвестиции, это для обучения людей, что это? У меня вопрос. Да. Посмотрите, фокуса два, технологический фокус. И, собственно, как достичь требуемого результата. Технологический фокус – это то, где мы сильны, Россия, уже сейчас. То есть Россия сильна в решениях по информационной безопасности, это факт. Да, мы знаем, что доля лаборатории Касперского на российском рынке примерно 16% продаж. То есть более 80% – это запад. То есть это уже как показывает, что технологии конкурентоспособны. И можно назвать ряд еще российских компаний. Резервное копирование, искусственный интеллект. То есть вот то, где мы можем сделать еще более прорывные технологии при минимуме инвестиций. А для этого нужно, соответственно, для этого нужно государственная поддержка. Реальная. Не строительство инополисов, да, как бы с рабочими местами, а реальная государственная поддержка. Я не знаю, там, освобождение от налогов, льготное, я не знаю, там, ипотечное кредитование для сотрудников IT-компаний. Я не знаю, там много, там, может, ничего. Я не экономист, поэтому… И, естественно, нужно у нас… Мы забываем, мы сегодня не обсуждали, и как бы вчера мы затрагивали этот вопрос. У нас, собственно, для того, чтобы прорывной скачок в развитии IT-технологий сделать, у нас людей-то нет. У нас программисты все разобраны. Лаборатория Касперского, «Акби», «Акронис», «Параллелс», «ВИМ», которые разрабатывает в России, «ВТБ», вот как раз будет расширять, «Сбертех», «Сбербанк». Ну, еще там, можно продолжать. Все, их нет. То есть мы продолжаем учить бухгалтеров, экономистов, юристов, никому не нужных, а программистов мы не… Это, кстати, не государственное финансирование это нужно, это просто изменение подхода государства, то есть изменение приоритета. Но об этом давно говорят. И в информационной безопасности у нас специалистов не хватает, это тоже известно. Но где не хватает? Да, вот. Поэтому вот это… То есть, наверное, основной фокус это, наверное, скорее… Улучшение и демография. Да, демография-то не так плохо. У нас высшее образование много людей получает. Вопрос, к чему мы их учим? Демография – это как один из показателей лучше? Вот интересный вопрос. У нас уже сейчас не хватает, а мы еще под 2 триллиона рублей на программу «Цифровая экономика» выделяем. Это значит, что эти ресурсы они туда ведь пойдут, правильно? В том числе. К вопросу о фокусировании. Будут направлены. Да, это неизвестно, но будут направлены. Да, наверное. Так вот, еще раз в связи с этим вопрос возникает. А мы ведь усиливаем свои риски импортозависимости, двигаясь в сторону цифровой экономики. Вот кто-нибудь анализировал вот эти две вещи – импортозависение и цифровая экономика, та программа, которая есть? К чему они приводят вместе взятые? Ну, в рамках программы там, кстати, достаточно много заявлено вещей, связанных с импортозамещением. Любое движение в сторону цифровизации, оно усиливает зависимость… Нет. Программа цифровая экономика и цифровизация – это разные вещи. Ну, хорошо. То, что реализуется в рамках программы цифровой экономики… Там достаточно много направлено на импортозамещение. Да. Но сама программа по себе усилит импортозависимость. Поскольку экономика перейдет больше, будет зависеть от IT в результате цифровизации тех проектов, которые… Там еще много говорится о том, что переходить в обязательном порядке… То есть, ответ уже есть, а мне от рисков дополнение. Ну, ответ… Как бы он записан, вот будет ли он реализован – это пока вопрос. Вот Карл, у меня вопрос именно как представитель уже банка, конкретного банка. Вот как у вас… Вы же там не фаист с одной стороны, но с другой стороны сейчас в различных информативных актах говорится о том, что и компании с участием государства должны… импортозаместиться. Соответственно, вы, как человек отвечающий за IT в группе очень крупной финансовой российской… Вот какие проблемы вы видите вот именно сейчас? То есть, вы искали замену – нашли, или искали – не нашли? Есть ли у вас план «Б»? И так далее. Вот уже непосредственно к банку. Смотрите, ситуация следующая. До 21 декабря 2018 года, виноват, мы занимались вопросами санкционных рисков. Это немножко другая постановка задачи. И эти задачи мы, в общем, решили. То есть, был реализован ряд мероприятий, я не буду давать детали, которые позволили все, так сказать, наиболее острые риски снять, построить планы «Б». И мы понимаем, что мы будем делать в случае реализации тех или иных санкций. Мы понимаем, что критичных рисков нет, мы работоспособность банка обеспечим. А когда мы получили директивы правительства по поводу перехода на отечественное ПО, постановка задачи изменилась весьма значительно. У нас риски санкционные не остались, и мы ими продолжим заниматься. У нас открылся второй фронт, условно выражаясь. Мы обязаны выполнять те требования по динамике импортозамещения, которые мы получили у государства. Мы их получили в виде директив с приложением плана на 19, 20 и 21 годы в разрезе разных типов ПО, какая должна быть динамика замещения на отечественное аналог. Мы сейчас анализируем, собственно, 21 декабря было два месяца назад, мы сейчас анализируем, что мы реально сможем заместить, каких показателей мы можем достичь. И у нас задача, в соответствии с требованиями директив, то 26 февраля сформировать, согласовать с самого ЦК план импортозамещения для этого. Вот я сейчас этим и занимаюсь. А есть какие-то предварительные выводы? Предварительные выводы есть. Есть типы ПО, где мы видим, что мы можем заместить, есть предложение на рынке. Это вопрос финансирования организации работы для этих показателей вы поняли. Есть типы ПО, где просто на рынке по предварительным результатам анализа нету просто продуктов. Соответственно, мы в течение 2019 года планируем уже детально изучить рынок, посмотреть, что будет. Но так предварительно мое ощущение, что в реестре российского ПО многих типов ПО не появится. Тогда, собственно, что мы, либо другие компании, будем работать в сторону использования открытого ПО. Это не соответствует формально требованиям директив. Но мы будем добиваться того, чтобы решения, разработанные российскими компаниями с использованием открытого ПО, можно было включать в реестр российского ПО. Пока непонятно, можно это или нет, но это выглядит разумно, по крайней мере. Ну, а в тех случаях, где таких решений нету, мы не сможем физически просто заместить. Потому что одно из ограничений принципиально – мы не должны разрушить работу банка в результате импортозамещения. Собственно, оно состоит перед другими компаниями, которые решают эту задачу. Ну, например, мне непонятно, как можно замещать firmware, ну, допустим, в системах хранения данных. Вот мы покупаем оборудование, систему хранения. Это аппаратно-программный комплекс, да? У меня есть аппаратная часть, есть некая ПО, которая управляет этим аппаратом. Это ПО поставляется только компанией-производителем. В реестре российского ПО я не представляю, как это может появиться. Вместо аппарата? Ну, да. Ну, тогда аппарат должен появиться, а тогда компания, условно, Хьюлит Баккер должна стать Россией. Ну, вопрос присоединения Америки не рассматривается? Я пишу вам. Соответственно, мы, естественно, исходим из того, что мы выполняем решения, те тирективы, которые на нас спустила главная акционер государства. Тут просто другого варианта действий нет. Но при этом, еще раз повторяю, приоритет, что непрерывность работы банка не должна быть нарушена. И импортозамещение ни в коем случае не может идти в ущерб работе любой компании, на самом деле. Спасибо. Андрей, а вот вопрос к тебе. Такой же, на самом деле. Насколько именно с точки зрения средств защиты сегодня можно выполнить требования по импортозамещениям? Вы же тоже, наверное, рассматривали как Центробанк вот эту проблему. Она перед вами тоже стоит остро. Да, спасибо. Неожиданно. На самом деле, мы прошли точно такой же путь. В первую очередь, мы проанализировали все имеющиеся программные и технические средства. Как они производители, наличие или отсутствие соответствующих сертификатов. И спланировали рисковый подход относительно того, какие программные продукты мы можем заложиться. Например, использовать расширение количества лицензий, продвижение далекой поддержки. Какое-то программное обеспечение, сами уже понимаем, что является нецелевым или возможно его заместить на российские аналоги или собственные разработки. Ну а некоторое программное обеспечение и в том числе технические средства действительно нужно, мы понимаем, что заканчивается период сопровождения. Их планы нужно менять. Поэтому этим продуктом в настоящий момент формируем план перехода, план замены. В том числе у нас, как у компании, есть соответствующая группа по импортозамещению в рамках реализации этих планов. Именно группа по импортозамещению проводит эти работы. Полностью соглашусь с коллегами о том, что сама идея импортозамещения, она не должна влиять на работоспособность текущего бизнеса и на работоспособность используемых средств. Если у нас задача по-прежнему сохранить эффективность бизнеса без привнесения дополнительных рисков, то это является одним из ключевых параметров при определении рискового подхода и импортозамещения. А есть какие-то области, которые сейчас нельзя импортозаместить с точки зрения информационной безопасности? С точки зрения информационной безопасности, у нас действительно проверили внутреннюю проверку, у нас довольно много используется именно российского программного обеспечения, или мы незначительно зависим от влияния внешних организаций. Например, как раз та же самая история со спланком показала, что несмотря на то, что компания там собралась и ушла, у нас был задел. И технически мы понимаем, что как минимум до 2021-2022 года мы можем спокойно позволить себе спланировать процедуру миграции или определиться, что же мы будем дальше делать. Использовать его в отдельной какой-то сфере. Смотрение, что мы можем заменить. У нас на это есть время. С точки зрения IT, ну вот именно с IT там действительно есть большое количество сложностей, но там все-таки в первую очередь это работоспособность для обеспечения определенного уровня сервиса. Вот с антивирусами интересная ситуация. Если я не ошибаюсь, есть трех банк России, что должно быть не меньше трех разных антивирусов для построения эшелонированной защиты. А у нас на рынке реально всего два российских поставщика. То есть третьего мы вынуждены использовать не российских. С точки зрения эшелонированной защиты там говорится, что необходимо использовать действительно три эшелона. Но первым эшелоном вполне может выступать ОДС и ОДС, которые сигнадуры угроз могут делать первое отсечение. После этого два программных продукта дополняют друг друга. Именно выстраивая их последовательно или закрывая разные области, можно добиться именно положительных результатов. То есть вы имеете в виду, что имея двух российских поставщиков, можно решить задачу в рамках ваших ограничений? А там же требования не по антивирусам, там средства защиты от вредоносного кода. И вы можете это сделать опенсорсом, можете антивирусом, можете IPS-ами. Вот это очень хорошая тема, потому что мы тоже внутри много дискутировали по этому поводу. Мы хотим сказать, что защита от воздействия вредоносного кода не равна установке антивирусового программного обеспечения. Существует большое количество, в том числе операционных систем, где отсутствуют, просто априори отсутствуют средства антивирусной защиты. Для них эту задачу нужно решать другими способами. Встроенными способами, дополнительным программным обеспечением. Хотя та же самая хотя бы паспортизация программного обеспечения или контроль целостности, отчасти позволяет решить проблему наличия или появления вредоносного кода, который способен нанести угрозы. Поэтому функция есть, реализовать ее можно практически всегда, но это не всегда. Равно установке какого-то заранее предопределенного решения, во многом это инженерная работа, в том числе техническая. Спасибо. Коллеги, из зала есть у кого-то еще? Да. Вопрос на Дмитрий. По этому поводу как раз. А что является гитеррием, что средство, которое является не формально, не является средством защиты от приданности и ухода, может быть сертифицировано, аттестовано в качестве экологии? Вот, например, какие-нибудь гиперлизованные средства защиты. Все работоспособные антивирусы гиперлизованные, они не импортозамещенные платающие? Отестованный вопрос у меня на протестацию все-таки не ко мне, а к регулирующей организации. А, кстати, в том, что, например, Центробанк может считать средством, которое может быть использовано в качестве средства защиты от приданности и ухода? Ну, если здесь, я уже помню, да, сколько тут есть. Да. Если вопрос относительно как регулятор Банка России, как регулятор к другим кредитным организациям, я, на самом деле, сходно не готов сказать, потому что это подразделение другое, подразделение Департамента информационных технологий. Я могу сказать, как бы у себя этот вопрос решает. Да. То есть у себя, во внутренней части, так как я отвечаю именно за обеспечение информационной безопасности внутри периметра Банка России, мы действительно, во-первых, с точки зрения модели угроз, смотрим, действительно, где какие угрозы могут быть реализованы, выстраиваем несколько периметров защиты, а также анализируем непосредственно угрозы, риски применения той или иной атаки, например, от которой нас должно защитить антивирусное программное обеспечение. И в рамках тестирования или в рамках проверок мы их максимально пытаемся проверить. Через программу методику испытаний пытаемся проверить, насколько системы безопасности реагируют на появление неизвестного файла, файла, содержащего какие-либо код внутри или скрипты, позволяющие выполнить те или иные действия. Или смотрим затем, каким образом дальше этот файл или сценарий начинают действовать. Если они начинают действовать, то мы видим, что они могут нести угрозы, в том числе и сценарии, скрипты, которые относятся к реализации какого-либо бизнес-процесса. Потому что не всегда корректно реализованный бизнес-процесс может повлиять на другой, на смежный процесс. С точки зрения вредоносного кода оно попадает под общие требования, когда один процесс начинает нарушать другой процесс. Кстати, даже обновление программного обеспечения, если формально подойти, тоже может значить как вредоносная установка, потому что оно повлияло на бизнес в целом. Поэтому действительно это такой комплексный подход через тестирование, через анализ возможных уязвимостей и непосредственно перед внедрением повторной проверки в полный анализ. Можно я добавлю тогда Андрея? На самом деле Андрей уже ответил. Вот по нашему опыту работы по сертификации PCI DSS в некоторых российских банках с использованием наших решений, собственно сам PCI как раз контроль целостности считает как компенсирующая мера по антивирусной защите. То есть, например, на Linux или Unix серверах, где установка антивируса, например, на Unix невозможна, то соответственно установка модуля контроля целостности системы, она проходит сертификацию PCI DSS. Так что вот это как один из вариантов. Есть большая разница между сертификацией PCI DSS и требованием МАГ России, что используют сертифицированные средства защиты. О чем вы говорите? А нет требований УЦБ сертификации средства защиты? Кроме насколько? Есть другие требования, которые появляются при определенном выполнении в кости, например, при определенном можем, появляются требования, используемые для выполнения в кости. Не на сертифицированных компаниях. Нет таких требований? Нет. А, нет таких требований? Не столько. Ну, потому что на том совещании, на котором обсуждалось срочно требования по сертификации, был прямо задан вопрос Сычеву, требуется или не можно заменить компенсирующими мерами, и был ответ, да, можно заменить компенсирующими мерами, если это экономически не соврестно, или технически невозможно. В целом, да. В частности, да. В частности, да. А в частности, не всегда. И у нас есть другие регуляторы, и в том числе другие требования в этом же сколке, где появляется слово «средственный средств защиты». Прям чёрт. Вот. Я всё-таки о чём? В PCI есть реальные требования и цель защиты. И меры, которые принять, да, могут быть кондиционными и чистыми. Но я согласна с коллегами, что очень сложно понимать, когда, там, три шламированных должно быть средства антивирующей защиты. Какой набор кондиционных мер будет достаточен? Почему для ЮНИКСа, раз там нет таких классных, как бы, антивирусов? Нормальный использователь – контроль целостности. А почему тогда это не принять невиде? Есть антивирус, а мне он не нравится, не мешает работе, он 90% ресурсов живёт, реально, как бы, на компакт. Почему там на этом деле тоже не используют, например, контроль целостности? Ну, такие прецеденты есть, как раз. Скажи тогда, как представитель НСПК, по импортозамещению. Конечно. Что сказать? Проблема ли, как решается, и, соответственно, какие сложности есть в части замены на отечественное, программное или программно-аппаратное обеспечение? Как в IT-части, так и в части безопасности. Слушай, Диначенко, вот есть человек, который за это отвечает, когда эти спрашивают у него об этом. Я могу сказать с другой стороны, что я не за это отвечаю, я могу сказать про свою работу. На самом деле много средств защиты, но они реально мешают работе. Много безопасности, которые тоже мешают работе. Коллеги, вы же занимаетесь, что есть такой предел. Я расскажу маленькую байку из детства своего. Я занималась спортом. Мне давали задание. До какого-то километража все они крутят эти круги, честно исполняют. Чуть-чуть больше, и ты такой, эй, мне кажется, так слышно. Чуть-чуть больше. Они офигели. Так вообще жить нельзя как можно. Это же очень умало. Я не могу. Ужас. Не надо. И начинаешь срезать. Ромашки как бы вокруг тренера бегают. Вот есть такая же история. Знаете, есть такой предел, после которого перестают исполнять реальную защиту. И начинают обходить. Но надо это понимать. И то выводить защиту, становится ниже. Водичка дырочку найдет. Разработчики найдут способ обойти, если невозможно работать. Если надо каждый раз вылить бамбун при сборке. Потому что там 15 минут как бы собирается, Касперский тратится, жрет ресурсы приеду. Поэтому я все-таки за то, чтобы был разумный подход. И если есть возможность... Аня, это не та секция. Мы про импортозамещение говорим, а не про требования регулятора. Это иногда и прямое средство и непортозамещение. Потому что, к сожалению, далеко не всегда отечественные средства сейчас сравнимы с, так сказать... Ну, что ты предлагаешь? У нас сейчас есть возможность составить некий набор рекомендаций, который идет разным регуляторам и организациям, отвечающим за импортозамещение. Если они к нам прислушиваются, но, опять же, в подлежащей камере вода не течет, какие конкретные шаги ты бы предложил? Алексей, там два слова все указываются. Они отфигели. Нет, ну это не рекомендация, это эксплуатация. Добрый день, коллеги. Продолжая вопрос о шлаверной защите, вопрос к регулятору. Коллеги, что мы должны считать шлаверной защитой? Условно говоря, если мы используем две версии, две редакции антивируса, Касперский для рабочих станций, Касперский для серверов, будет ли это двумя эшелонами или нет? Формальный раз для антивируса? База одни, сигнаторы одни. База одни, но у нас здесь нет регулятора. Андрей представляет... В данном случае, у нас есть три разных нет. Да, давайте я про внутреннюю расскажу. Мне вот тоже этот вопрос всегда очень интересует. Мне хотелось бы поставить, наверное, перечеркнуть знак равенства между фразами обеспечения информационной безопасности и соответствием требованиями наличия сертификата в этом оборудовании. Потому что... Или там у какого-то программного обеспечения. Наличие сертификата у программного обеспечения, если это программное обеспечение не настроено или работает по-другому, не приводит нас к обеспечению информационной безопасности. Следовательно... Как безопасность на IT влияет, так и IT непосредственно на безопасность. Да, существуют проблемы, где информатизация и безопасность должны все-таки, наверное, поставить перед собой одну цель общую и ее достигать. И тогда будет возможность объединиться и тогда будет возможность найти компромисс. И не будет вот этих переталкиваний друг к другу. Это не моя задача или вы мне не мешаете работать. Вот. Относительно использования различных средств в качестве эшелона. Да, ну, как одни из вариантов можно использовать закрытие разные периметры. Внутри одного периметра последовательно. Внутри одного периметра используются одни средства защиты. Внутри другого периметра используются другие средства защиты. В качестве примера, действительно, там, IDS и IPS для получения, например, антивирусной защиты. Первый этап – отсеивание через фильтры какого-либо программного обеспечения, получаемого через почву. Песочницы, в том числе, тоже повышают уровень информационной безопасности. Далее используют какое-либо антивирусное программное обеспечение. Но получение программного обеспечения через электронные виды связи – это не единственное, как оно может попасть. Те же самые использования флешки и каких-либо других устройств. Для этого может существовать другой физический периметр, где тебе нужно проверить эту флешку сначала, предварительно, прежде чем ее так или иначе использовать в чистом защищенном периметре. Ты ее обязан проверить на других средствах антивирусной защиты в другом сегменте, изолированном, который не взаимодействует с внутренними сетями. И только после этого пробовать ее применить или использовать внутри чистого периметра. Таким образом, точно так же проходят как минимум два эшелона проверок. – Аня, ну все-таки, какие предложения есть в части импортозамещения? – Отклонение от тем, скажем, слова «возвращаясь к импортозамещению» на один из способов… – Аня, тебя все спасают. – Я спасаю. – Боюсь начать. – Один из способов – это неопределение, собственно, с самого кондиционера, процесса экологического процесса, связанного, в частности, информационной безопасности, это вариант работы. Тогда вот сейчас обсуждение вариантов с лобовым решением – три разных антивируса вполне себе вырастают в два антивируса, плюс еще какие-то компенсационные меры технического характера. – Мы не обсуждаем сейчас требования регулятора, коллега. – Понятно, понятно. В любом случае, те части, где по объективным причинам невозможно на данный момент выполнить замещение технологическое, тогда надо сменять процесс. Как один из вариантов, нужно реализация того самого импортозамещения, которым целью является уйти от зависимости. Просто эту зависимость убрать как часть процесса. – Да. – Возвращаясь, что вы реально делали в нашем этапе. Дело в том, что, к сожалению, опыт использования отечественных продуктов, он в большей степени из-за регуляторных требований, ну я сейчас не про все, в том случае даже не про Касперска, в котором много ухова стоит, а про другие средства. Больше из-за регуляторных требований, извиня, понятно, что это не есть как раз безопасность, но из-за этого их применяют в большей степени. Поэтому для решения практически, ну задача практической безопасности – они применять меньше, в ограниченном сфере, в меньшем стейке, в IT-стейке. Поэтому, когда ты начинаешь пытаться их применять по-настоящему, то городеи, на которые ты наталкиваешься, просто, ну вот, не знаю как. Как настоящие индейцы. Вот у нас объективно именно та самая история, мы по-настоящему их применяем. Саша, я не знаю сколько времени тратит управление безопасности на решение именно этих проблем. Тех технических проблем, которых, ну возможно, не было бы, если бы использовали импортные продукты. Но у нас действительно, и потому что нам регуляторы запрещают, действительно нам нельзя, потому что цифровый риск такой же, как со спанкой сейчас случился, он может быть с кем угодно, и ты останешься просто без инструментария. Вот в один момент, вот так, мы все, наверное, знаем про спанк. Поэтому я понимаю, почему мы используем отечественные продукты. Но пока нас мало таких, кто их использует практически, по-настоящему, нам этим, кому мало, будет очень-очень тяжело. И нас сегодня при этом будут говорить, продукт уже есть, он уже там работает, он может быть работает в пилоте, но у нас не работает. И вот проходит большой цикл, прежде чем, это общая работа с вендором, несмысленные дары отказываются, да, когда они готовы, но они с нами проходят впервые этот путь. Поэтому я даже, честно говоря, не знаю, что предложить, мне бы хотелось, чтобы мы собрались вместе, и, может быть, придумали там, как... 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 И мы придумали. Честно? Вот честно. Не знаю. Аня, ты предлагаешь создать некую тестовую площадку из реальных эксплуатантов, которые, чтобы свои продукты доводить до хорошего состояния. Дело в том, что... Дело в том, что когда это выводят, они вклады считаются не самыми. Нет, но... Да нет, ну... Мы конкурируем заводную компанию. Там для того, чтобы с ними конкурировать, надо иметь те же самые ресурсы, да. Какие-то вещи мы можем делать из-за того, как бы, ФСБ создал рынок, да, для компьютерамических вендоров ФСБ создал рынок. За счет этого они более-менее там какие-то устойчивые. А если рынок маленький, там, для... Другого рынка. Рынок НСД в России есть, да, и рынок питающих средств. Они, может быть, кривые, но они как-то более-менее работают, там, Соболя, вот, ну, работают нормально же в вашей системе, да? Нет, конечно, работают. Но они же стоят на каждой рабочей станции в сервере, правда? Да, это правда. Но они стоят там, где может быть другой режим работы, особое там требование. У них все равно ограниченный скоб. А вот есть, как бы, то, что стоит немного. А универсальные решения, они, как правило, дают меньше уровень безопасности, там же всегда-всегда есть ситуация, когда чем выше уровень безопасности, тем меньше удобства. Это вот закон. И мы с ним против него не поплем. Неправильный закон какой-то. Я согласен, нет такого закона. Закона? Ну, нету такого. Сейчас все нормальные продукты, они нормально работают. Неправильный закон. Чем выше уровень безопасности. Безопасность всегда накладывает на ограничение на удобство. Понятно. То есть ФСБ не путают требования? Нет. У ФСБ чем выше уровень, тем ниже удобство. Нет. Леша, Леша. Чем по экспоненте, да? Нет, но вы возьмите нормальные западные продукты. Они удобные. Да. Чего? И они дают нормальную безопасность. Почему? Потому что они юзер-ориентированные. Они делают нормальный customer development. Они имеют деньги на то, чтобы его провести. Вы видели хотя бы одну российскую президента, который нормальный customer development сделал? Вот покажите мне одного. Я такой юзер-ориен. UXI – это, да, проблема российских хендеров. Это юзер-ориентирование. Все сделано так, как будто специально хотели, чтобы было бы тяжело, мучительно больно. Они для себя делают, а не для заказчиков. А, нет. Потому что разработчики проходят через боль, поэтому они всю эту боль отражают. Хочется поднимиться? Да, да, да. В этой части, как раз, как одно из компенсационных мер меньшего рынка, действительно, необходимо все равно пройти эволюционный какой-то уровень. Это вот предложение, которое было как раз соответствующее тематическое сообщество или какие-то группы, которые как раз и занимаются объединением, в том числе совместными проверками влияния одного продукта на другой, которые должны в целом отрасль поднимать, в общем, а не какого-то отдельного продукта. Коллеги, а можно еще тему для обсуждения и предложения? Сейчас нет вообще никакого интереса у любой компании разрабатывать антивирусный продукт на российском рынке. Потому что есть два мощных конгломерата, весь рынок забит и, ну, нет интереса. Если сейчас в государственную программу включить создание нового антивирусного продукта, то мы прекрасно поймем, что это будет а-ля скопка. Денег вбухано много, результат ноль нигде не делаешь. Для того, чтобы конкурентное равенство развитию таких систем защиты реализовать на российском рынке, есть очень легкий и прекрасный способ. Это обязывать применять сердцевные средства защиты. Это протекционизм опять в полную. А правая сторона этого процесса в том, что эти шагуры будут получаться такими, какими есть, и их не будут развивать, потому что их и так как. И вот в том-то и дело. Это и происходит в ДСП. Это происходит в конкретизалке. Подождите, давайте закончим, чтобы было понятно. Собственно, сейчас есть два сердцевых средства защиты от воздействия 11-го кода антивирусного продукта, которые применяются и используются. Как только мы говорим, что нужно применять, и, пожалуйста, выходите, будут разработчики антивирусных средств появляться, они будут сертифицироваться, и после того, ну, качество у них будет низкое, но их вынуждены будут применять. Применять. Я не буду... Я не буду... Я не буду... Знаешь, что я сделаю? Знаешь, что я сделаю еще, если мне надо будет, очень сильно надо будет требоваться, будет применять? Поставь, поставлю рядом. Я рядом поставлю. Рядом поставлю и включать не буду. Как в телефоне это дело. На несколько ключей, которые стоят и работают. На три. Но на них бизнес не будет крутиться. Ну, раз так прям надо. Можно я как единственный здесь антивирусный вендор? Ну, блин. Западный отлично. Смотрите, во-первых, действительно, в России два, ну, российских вендора, два антивирусных. Сертифицированных? Неважно. Нет, сертифицированных больше. Смотря по какому уровню сертификации, многие западные вендоры сертифицированы. Семантика. Вот. Семантика в том числе, да. Вопрос уровня контроля, да. Но, как бы, там, по самому, по самому я не хочу сертифицированы два вендора российских. Потому что западным вендорам просто невозможно сфиксировать. Да. Не то, что нам что-то жалко, а потому что, да, невозможно организационно и технически. Так вот. Но антивирус, вы же должны понимать, это, ну, надо, условно сейчас все ИБ иногда по-старому называют антивирус. То есть антивирус, который защищает рабочие сервера, рабочие станции сервера, в России есть их два. Вот. Не буду их сравнивать, но один значительно лучше точно. Вот. Это не потому, что я работаю в лаборатории Касперска, я как эксперт. Это я как эксперт поступаю. Вот. Соответственно, но у нас не покрыт, я уже говорил об этом, огромный стэк других технологий информационной безопасности. И, как бы, в этой области можно компании, как бы… Ну, смотрите, ну, есть, как бы, даже примеры конкретные. Есть компания… Ну, один из примеров. Есть компания Valar. Кто не слышал про нее? Да, нам же рассказывали день назад. Да. Вот. Это российская компания, которая делает один из лучших веб-аппликейшн фаерволов. Не только. Не только. Ну, и контроль еще… Да, и контроль безопасности в приложении. Верно. Спасибо. Что они сделали? Рынок маленький. Они уехали. Ну, то есть, они в России продают, но, как бы, топ-менеджмент уехал в США, и они работают там. Не потому, что они не патриоты. Нет. Потому, что нет рынка. Они делают хорошее решение. Нет. Я про это и говорю. Мы делаем это, что это необходимо применять в критическую инфраструктуру. И рынок становится… Смотрите, они сделали это без всяких протекционистских мер. Сделали компанию, сделали хороший продукт. Поэтому здесь нужны не протекционистские меры, потому, как уже коллеги сказали, мы получим на выходе плохой продукт. А кто пострадает? Знаете, два минуса, если мы сделаем плохой продукт в рамках протекционистских мер. Мы сами будем пользоваться плохим продуктом, да? И этот продукт будет без экспортного потенциала. Зачем нам такой продукт нужен? Вот, честно говоря, опять же, и потому, что я работал в лаборатории Касперского, но мне, честно, извиняюсь на то, что я работаю в западном либо в Венгрии, я горжусь компанией лаборатории Касперского, которая добилась огромных успехов на западном рынке. Они сделали это. Они не получали никаких государственного финансирования никогда. Они не работали в рамках протекционистских мер. То есть сейчас им импортозамещение помогает, как и все с тем. Но лидером, одним из лидеров западного рынка, они стали без помощи российского государства. А представьте себе, что бы могло быть, если бы помощь была. Но без протекционизма. нам надо помогать выводить еще большее количество российских компаний, в первую очередь, на западный рынок. А на западный рынок можно вывести только хорошую технологию. А что это означает? Значит, мы с вами будем пользоваться хорошей технологией. На самом деле очень простые. Вот Илья правильно сказал, когда к Владимиру Владимировичу сходил. Говорит, ребятки, а как… Много проблем. Ну и так далее. Вот это вот… Много проблем. Российскому вендору для того, чтобы начать продавать что-то на запад, нужно зарегистрировать юрлицо там и оттуда вести бизнес. Почему? Почему? Где логика? Первое. Первое. Второе. Когда у нас… А чтобы западному вендору продавать в России вообще-то тоже надо юрлицо? Либо работать через партнера? Не надо. Ему нужны дистрибьюторы. Что мешает Касперскому, ой, Касперскому, Сачкову дистрибутора сделать на западе? Никакой разницы. Вот здесь, Андрей, это не проблема. Порщи. Реально проблема… Проблема в том, что ты не можешь нормально работать сейчас на западе. Прям реально не можешь работать. Знаешь почему? Потому что иметь центр разработки здесь и продажи там – это штука, которая не будет взаимодействовать между собой. Поэтому людям по деньгам и по умению… На западе ровно то же самое. Ровно то же самое. Иметь центр разработки в Штатах и продавать здесь – это тоже разные вещи. Но есть опыт, что компания Infotex имеет офисы и продает в Германии и в Соединенных Штатах Америка. Да, здесь очень важный момент, что попробуй деньги оттуда привезти сюда. Леш, все правильно, Андрей правильно говорит. Мы давайте не забывать правду. Чего открывают все российские компании, которые торгуют на западе. Что у вас налить деньги так. Энтити в Великобритании. А я хочу. А я хочу. Иначе ты каждую оплату в валюте, если ты понимаешь ее в России – это валютный контроль. А так ты понимаешь юрлицом на Юге обычно, а дальше ты уже как бы трансферишь это между юрлицами, которые аферированы. А так ты каждую транзакцию получаешь через валютный контроль. Но это не проблема рынка как такового. Нет, это проблема регулирования государства. То есть это не проблема? Да, это раз. Второе – это налоговая льгота. Вот было бы налоговая льгота и возможность сработать, ну то есть нормально переводить деньги туда-обратно. Андрей, но у разработчиков есть налоговая льгота. Если ты разработчик режима безопасности, ты такой же разработчик. У тебя налоговая льгота и очень существенно. Да, если российские так называемые эксперты тебя признают инновационным, в каком-нибудь отсколковом и так далее. Я сейчас не прав. Просто у разработки есть налоговая льгота, если у тебя там что-то до 94% дохода, который ты получаешь именно с продажи разработанного продукта. Да, это только для софта, а если железо. Для программного пара. Для железа сейчас внесли три основания проекта. Там только единственное, по-моему, ограничено количество сотрудников или я ошибаюсь? Да, до 30. По-моему, там количество сотрудников ограничено. Да, это для малого бизнеса. Ну, малого бизнеса. Ну, если мы на тему начать, если вы брали, то мы начали. Начать нормально, я согласен. Ну, у нас проблема с доверием бизнеса. Далее, а как получить под это деньги? Вы пробовали получить венчурное, у российских венчурных? Андрей, мы про импортозамещение сейчас говорим. Не надо всю свою пользу здесь любить. Возвращаясь к импортозамещениям, есть у нас области, которые у нас вообще ноль фактически замещают. Ну, может быть, информационный запас, но в IT точно есть. Например, нам сервер-приложения интерпрайсуры. Ну, реально ноль. Вот как их-то будем замещать? Костя? Ну, если речь идет о программном обеспечении, то тут фактически то, о чем мы говорили, надо на чем-то сфокусироваться. С чего-то надо начинать. Как раз мы говорили, если мы пойдем по всему рынку, и давайте мы будем везде, целиком, сразу импортозамещаться, но нужно ли то очень много денег? Я отвечаю, что надо сказать, что критично. То есть, если у нас реальный топ-прайс на сервер-приложение в момент логов, то прям... Так о том и речь. Вот мы когда говорим о импортозамещении, ступенчатый процесс. Начиная от архитектуры системы, архитектуры приложений, и так далее, и так далее. Потому что, еще раз, я уже сегодня говорил, зачастую бывает так, что при проектировании системы закладываются на какие-то технологии, на какие-то решения, то есть, закладывают ту иглу, а потом говорим, а вот нет серверных приложений, таких вот, каких нам нужно. Ну, может быть, то, что Дмитрий сказал, может быть, подумать о том, что как-то поменять процесс, может быть, изменить требования со стороны бизнеса, если они изменяемы, а может быть... А может быть, оставить то, что сейчас есть, и пусть работают. Почему нужно замещать все сразу? Ну, появится и может замещать. Ну, это вопрос как раз таких. Нет, ну, если вы уже на революции, то ничего не делаете. А как быстро они могут нам перелететь? Конечно. Ну, смотрите, мы сейчас возвращаемся к презентации Карлова. То, что действительно, то, о чем было сказано, что несовершенство, сильное несовершенство, скажу более жестко, программы импортозамещения, к счастью, государство не заставляет и государственного власти, и госкорпорации замещать то, чего нет в природе. Если системы аналогичной нет, то, ну, нет такого. То есть требования по... К счастью, ну, это было понятно, потому что это, то есть, это как я уже говорил, да, переимпортозаместить в данном случае будет хуже. И вы вот говорите про сервера приложений, ну, давайте не забывать о том, что у нас ядро сети нельзя построить на российских технологиях. Это базис. И вот вчера мы тоже обсуждали, мы говорим там замечательно, там, Каспиерский, там, Абби, ну, российские вендоры разные. А мы с вами... Я не параноик, но просто, чтобы мы задумались в глубину вопроса, а на чем российские компании разработают российское ПО? Код. Не, код-то ладно, он условно open source, а платформа-то разработки чьи? У Касперского это Microsoft, ну, сейчас у большинства Microsoft, да, и чего? Мы будем это как-то замещать? Там хотя бы можно какие-то. А что там можно? В процессе компиляции, ну, можно контролировать, но мы ж не знаем. Не, я понимаю. Про процесс компиляции? Нет, 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 есть. Но основной российский софт под Windows точно весь разрабатывается на западных технологиях. Поэтому мы в любом случае импортозаместить все никогда не сможем, и цели такой хоть не должны. Да, 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 да. Какой человек? Коллеги? А это грустно. Парамбанка в части регулирования отдельных вопросов на уровень стека, на уровень ОНО, различных ОНО, и по цифровой экономике, и по импортозамещению. Для того, чтобы, ну, если к нам не прислушались, хотя бы посмотрели на те идеи, которые идут непосредственно от отрасли, на которую накладываются требования по импортозамещению. Ну, и будем надеяться, что рано или поздно нас услышат, хотя бы там в отдельных вещах попробуют это реализовать и не рубить с плеча, как это иногда происходит с точки зрения импортозамещения. На этом мне хотелось бы сказать большое спасибо всем участникам нашей дискуссии, всем, кто принимал участие в зале. АПЛОДИСМЕНТЫ